Сегодня у нас такая тема, очень интересная, да, бизнес или работа, будем выбирать сегодня, что же нам делать, делать бизнес или пойти на работу, потому что и то, и другое, это хорошо. Итак, у нас сегодня свободный стиль разговора, разговаривать могут, может, все, могут, ну, три человека, Андрей Алексей Будаев, Андрей Буйницкий и я. Все, кто желает говорить, он включает микрофон и говорит, и не перебивая, естественно, друг друга. И такой свободный стиль разговора, как бы, ну, обычная беседа. Вы можете писать в комментариях, почему вы думаете, что работа это круто, или наоборот, почему вы думаете, что все-таки, ну, бизнес это круче. И наоборот, почему вы думаете, что и работать на работе, и совмещать с бизнесом в интернете это круче, вообще это лучше всего. То есть вы можете высказываться, тот, кто молчит, он комментарии смотрит, если будет очень что-то интересное, он будет на этом заострять внимание, и это, и это ваше сообщение, ваш комментарий, он будет, естественно, ну, разбираться, обсуждаться. Вот. Но я хотел бы начать, ну, я сначала хотел начать с себя, но решил чуть оставить на, ну, как бы, отложить себя и вот передать слово, допустим, Андрею и рассказать. Ну, у нас здесь собрались трое людей, которые, скажем так, разных цветов, да, один работал на работе когда-то и был, ну, так скажем, в яме, второй тоже работал на работе, но не был в такой уж и глубокой финансовой яме, да, он не мог бы себя назвать нищим. И третий человек, это который никогда и ни одного дня не работал на дяде. То есть три стороны, три такие, знаете, три крайности, да, и три мнения, вот и все. И, а вы, кто смотрит, вы в любом случае относитесь как-то к какой-то, ну, к кому-то из нас, да, или вы никогда не работали, или вы работали, вообще у вас ничего не было, или вы же работали, и вы, в принципе, не ощущали, что вы там прям уже вам есть нечего. Вот. Поэтому я бы сейчас слово передал Андрею, чтобы он как бы, ну, рассказал, где, как и кем работал, что вообще было, какие-нибудь самые такие жесткие моменты именно рабочие, да, ну, а потом перейдем дальше. Это сделается для того, чтобы вы конкретно понимали, ну, чтобы вы для себя увидели, что, а может быть на работе тоже, ну, нормально, и нечего сейчас сидеть и пялиться в монитор, и лучше включить телек и завтра идти на работу. Вот. И там прикольно, все хорошо, вроде платят, и вроде ты сегодня не ходишь голый, босый и голодный. Вот. Поэтому, а потом дальше перейдем уже дальше, может быть, ко мне, и Алексей Будаев там завершит своей безопытностью работы на усатого дядьку, и расскажет, как оно это, ну, большая ли депрессия возникает, если ты никогда не работал, у тебя нет трудовой книжки, или, ну, то есть он расскажет. Вот. И потом перейдем ко мне, как бы я расскажу именно, что было у меня, ну, я не буду рассказывать истории, как мы привыкли все видеть истории, а именно вот некоторые моменты, которые фундаментально повлияли на наши решения, и, скажем, ну, сменили направление наше, вот такие вот моменты, они у меня готовы, их забыть, ну, как бы нельзя, поэтому и все вместе сделаем в конце вывод, сравним, что и как. Поэтому я передаю слово Андрею Буницкому и сам отключаюсь временно. Но, но мы здесь все находимся в беседе, поэтому я переключаю на него экран, и он как бы берет слово. Все, давай, Андрюха. Алло, слышно меня, да? Надеюсь. Да, да, сам слышно. Я просто не разобрался еще с камерой, здесь, в этой комнате, первый раз присутствую. Добрый вечер всем, друзья, поздравляю с прекрасным праздником сегодня, вот, всех вокруг, кто с нами. Ну, по работе сразу перейду. Работал 15 примерно лет на грузовых машинах, ну, вообще дальнобой, то есть Россия, 13 стран в Европе, я объездил, вот, было три года, возил просто машины на грузовом бусе и с Лаветой, начальника работал. Вот, тоже, ну, это такая работа, скажем так, экстремальная, что ли, потому что разные случаи были и в дороге, вот. Вот, хоть я объездил столько стран в Европе, но всегда чувствовал, что я зависим от, ну, то есть, как собака, грубо говоря, практически, от пожеланий хозяина, то есть, едь туда, едь сюда, почему так долго стоишь, почему так долго едешь, вот. Вот, ну, и сам я по натуре человек, изначально, лет пять назад, когда познакомился с интернетом, меня, ну, просто, как говорится, очень перемкнул, я понял, что живу не той жизнью, которую бы хотел. Вот, в интернете много информации, конечно, вот. Вот, я занялся здоровым образом жизни, то есть, бросил пить, курить, вот. Ну, а сами понимаете, что водители, они немножко другого склада, вот. Они просто все буквально крутили вокруг, около виска пальцем, что ты какой-то не такой, там, с нами не бухаешь, то есть, нас не поддерживаешь, вот. Вот, ну, а я в интернет ударился конкретно, то есть, не знаю, мне снесло так башню, что вообще столько информации, которые от нас скрывали раньше, вот. И от этого появлялось какое-то видение, то есть, я думал, что, ну, нельзя всю жизнь вот так вот просто за рулем провести время, то есть, всегда искал, искал что-то для себя, видел, что эта работа не для меня изначально, и она закончится должна очень скоро, то есть, я в любом случае приду к тому, что с нее надо уходить. Вот, параллельно искал какие-то заработки, даже, там, доходило вплоть до, играл там в казино, то есть, в электронном казино, то есть, там, какие-то схемы обыгрывания, там, ну, бред, короче, полный, все это, естественно, заканчивалось, там, потерей денег очередных, вот, даже будучи водителем этим занимался, потому что всегда был на связи, всегда, ну, как только я узнал об интернете, первое, что я купил, я сразу купил себе ноутбук, вот, и в то время, когда водители, другие, там, бухают водку, пьют, там, то самое, я весь был в интернете через 3G, либо на Wi-Fi, на Западе, это вообще проблем нет, там, на большую стоянку встал, и везде Wi-Fi бесплатный есть, практически, вот, и поэтому начал развиваться, соответственно, начал сам изучать и комп, и, вот, программы всякие, то есть, ну, был нормально, то есть, время тратил на то, чтобы обучаться, вот, я это люблю, это дело, вот, и, в конце концов, настал момент, что я, ну, как бы, не сошелся во мнениях, так, как я должен работать с моим шефом, был я у поляка, два года работал, последние два года на рефрижераторе, вот, ну, и решил, что надо уходить, ушел, и, в принципе, потом только понял, что все к этому шло, буквально, вот, просто, и даже, вот, недавно встречался со своим бывшим шефом, белорусский, ну, брестский парень, говорит, Андрей, я, как только узнал, что ты ушел с этой области, ну, с этой работы, я, говорит, тебе сейчас могу сказать, что я в тебе бы никогда водителя не видел, то есть, ты другой, ты не водитель, только мне сказал, ну, такой молодой парень тоже, вот, как только ушел, где-то через месяца два мне, ну, в одноклассниках, там, пришло это предложение, вот, ну, и дальше вы сами знаете, что, в общем, что еще могу сказать, ну, не знаю, я не завидую тем людям, которые, вот, именно, занимаются тем, тем заработком, которым занимался я, да, деньги, кстати, были, я не говорю, что я бедствовал, нормальные деньги были, между прочим, там, для Белоруссии 1200 где-то, ну, 1000-1200 в месяц в среднем долларов выходило, то есть, это в порядке было, но, извините, когда, там, иногда приходилось спать в кабине при минус 7, накрываться матрасом полной в одежде, ну, это, я считаю, что это, как бы, ну, для молодого, может, это, там, 25 лет, там, он еще это вынесет, но, когда тебе уже, там, 38, под 40, как-то, как-то неприятно это все, вот, ну, там, в России, если в глубинке где-то встать, то тоже это жесть, там можно и остаться, в принципе, вот, поэтому, я лично просто доволен тем, что здесь сейчас и с вами, и продвигаю этот бизнес, вот, в общем, в общем и целом, как бы, больше особо, я ничего, я не готовился, честно скажу, просто экспромт, рассказал все, как есть, вот, если у кого-то, может, вопросы там какие-то, я не знаю, как-то здесь можно, нет, там, что еще, ну, не знаю, Алексей, Алексей, да, 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 я только об одной профессии, я многим еще, кстати, занимался, но, я думаю, это не особо людям интересно, я рассказал обо своей основной, как бы, профессии, вот, я вообще, у меня руки нормально заточены, то есть, я могу собирать мебель, могу, могу разобрать двигатель в машине, то есть, я свою машину перебирал уже много раз, у меня есть на это время, у меня есть иногда на это желание, мне это приятно делать, вот, но сейчас, а в основном, конечно, я отдаю работе, вот, в FFI сейчас, потому, что здесь реальная свобода, я вижу ее, и будущее огромное, мне просто жаль, реально, людей, которые не понимают, да, кстати, вот, какой момент хотел сказать, вот, люди, я сейчас вот со стороны, когда наблюдаю, вот, за водителем, они, они находятся сейчас, как бы, в параллельном мире, и вот, наша задача, просто, я не знаю, как, двумя-тремя предложениями научиться достучаться до этого человека, то есть, он порой не понимает вообще, он просто, для него это дико, как, кстати, и для меня, я полтора года назад, как говорил, и Василий Ващенко говорит, для меня сетевой маркетинг, это было ругательное слово, вот, вот, поэтому, так же и для них, поэтому, вот, я, кстати, сейчас вот понимаю, почему так они относятся к этому, потому, что они не знают, что здесь реально нормальная тема, то есть, все движется, сейчас век информации, и поэтому, сейчас 21 век, 20-е годы, это вообще круто, это круто просто. Проведи параллель между, скажем так, ну, возьми какой-нибудь день свой, свой рабочий день, просто, без, скажем, без мотивации людей, просто здесь есть люди, которые сейчас работают на работе, и, ну, много кто, конечно, работает, и много кто уже не работает, но здесь факт не в этом, факт в том, что к нам приходят ребята, которые еще не до конца понимают, ну, вот, то, что, как бы, мы уже понимаем, но не можем пересказать, и для того, чтобы это, как бы, подать правильно, вот, нужно, наверное, провести параллель какую-то, вот, если взять какой-нибудь день, ну, какой-нибудь жесткий, скажем, допустим, я когда работал в лесу, мы грузили дрова, мы ездили на работу, это была зима, 66-й ЗИЛ или газон, я не знаю даже, ну, вы поняли, такие будки возят обычно работяг, и я приехал тогда в лес, а там оказалось по колено, сугробы по колено, хотя нам обещали, что там расчищено все, приезжайте, валите деревья, в итоге пришлось ходить в летних кроссовках, в снегу, ну, где сугробы по колено, вот, как бы, проведи вот такую параллель с какой-нибудь своего рабочего дня, привязывая это к работе в интернете, да, ну, то есть, ты понял, о чем я говорю, допустим, если мы вот сегодня ходим по улице, мы не понимаем, на улице холодно, как так, можно в полседьмого проснуться, пойти на работу в такой морозяк, когда ты можешь проснуться в один часов вечера, открыть комп, в квартире тепло, есть кофе, и получать деньги вообще от каких-то там процессов, которые ты делаешь, да, вот какой-нибудь такой день приведи в пример, чтобы люди понимали, каково оно, ну, вот эти вот ощущения, или я не знаю даже как, что, ну, чтобы какое-то было понятие, вот, как оно, вот, я сегодня вот стою, еду в рейс, да, там, ем ролтон, или еще что-то, ну, я не знаю, не работал, ну, мало ли, и аналогия, вот, когда я могу сходить в любое свободное время, выйти куда-то по делам, при этом понимая, что я работаю сегодня в интернете, вот, ну, вот как-то так. Я понял, Алексей, да, ну, что хочу сказать, смотрите, когда, постоянно, когда приезжал домой, то вот эти часы, которые оставались до выезда, да, буквально до рейса, то есть выезда с Бреста, там, на машине, блин, они буквально летели, как и секунды просто, и какие-то такие постоянно невидимые руки, просто держали, как будто из дома, ну, вообще, так, вообще, такой влом был ехать, понимаете, вообще-то, это не передача. Насчет жестких случаев, могу один очень сильно жесткий случай рассказать, да, лет 15, ну, как раз был где-то лет 13, ехал я на Питер на зиму, зимой, и машина перестала, просто колом встала, и, ну, хорошо, что возле стоянки там, как бы, но все равно такая трасса пустынная, да, и все, ну, минус 20, и, то есть, двигатель не заводится, печки нету, газ закончился, вот, вокруг никого, то есть, знаете, такой глюк словил реальный, блин, что я сейчас могу реально здесь и, это, коней двигать, двигать, то есть, ну, жестко, очень сильно испугался вообще, ну, и поскольку я, как бы, человек такой, с руками, начал разбираться, ну, что думаю, если я сейчас не разберусь, и мне реально кранты, все, я отморожусь, и все, это капец, и что дальше, вот, начал разбираться, поднял кабину, разобрал, помыслил логически, подумал, как, почему не может ехать машина, то есть, не закачивается топливо, тупо не подается в насос, разобрал, снял насос, подкачку, разобрал полностью, сижу в кабине с трясущимися руками, все уже темнеет, е-мое, блин, голая трасса, а тогда еще времена такие были, что могли подъехать еще и там по башке стукнуть, Россия все-таки, вот, досиделся до того, до того, что, короче, разобрал все, ну, не буду физические процессы вам объяснять, сделал, короче, так, что нашел пластиковую карточку, на клей посадил там в одном месте кружочки такие, тупо собрал этот насос, и он начал работать, просто из-за того, что выработались поверхности на клапаночках, и они просто пропускали воздух, и машина не ехала, не закачивала дизель, все, поставил обратно, завелась машина, и я поехал, то есть, не дай бог, ребята, честно вам скажу, такие вот ситуации, это, когда ты это прочувствуешь, и такой, реально, вот, как Леша сейчас сказал, начинаешь задумываться, е-мое, блин, я работаю на дядю, на какого-то, и рискую реально своей жизнью, да нахер мне это надо, вот, честно вам скажу, я очень часто об этом вспоминал, об этом случае, ну, да, красиво, едешь, когда по Италии, там, вот, еще там, ништяк, такие дороги, красота, романтика, там, стояночки, все, но это, когда у тебя новая машина, когда ты уверен в ней, а так, блин, ну, что, да, сколько я раз думал, знаете, о чем, когда и видел такие случаи, когда, ну, на встречку просто человек засыпает, и на встречку тебе, ну, то есть, не ты виноват, но ты можешь просто реально, ну, летательный исход, может быть, вот, и поэтому сейчас просто, да, реально понимаешь, что утречком встаешь тогда, когда хочешь, общаешься со своей женой, с семьей, с малым, какие-то, ну, какие-то проблемы домашние, там, надо, пошел, закрыл комп и пошел делать свои дела, е-мое, да это кайф просто немеренный, это, 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 когда это понимаешь, я уже многим сказал, вот, своим друзьям, бывшим, ну, пока, по работе, сказал, говорит, ребята, вот мне сейчас положи три штуки, просто вот так, в месяц, ну, на стол, скажи, Андрей, садись на машину, блин, не сяду, реально говорю, не пойду, просто, хотя три штуки, сейчас любой, блин, будет, будет не спать, ездить, будет, понимаете, за такие деньги, поэтому, ну, случаев было много, ребят, я не буду про аварии и трупы рассказывать, это страшно, не дай бог вам это все, вообще, мы в самой классной теме. Смертельная проблема, знаешь, когда была, когда интернет выключили, я тогда, блин, всех нафиг на уши ставлю, я говорю, за что я вам, гады, плачу, блин, ну, давайте мне интернет, а так, что, вот, сегодня у меня помороль здесь пальцы немножко, но это я захотел экстрима, блин, тоже, видишь, так бы был в рейсе и пропустил бы эту фишку, мне очень нравится купаться, мы свободные люди, блин, как вот донести это другим, которые не понимают это, я не знаю, ну, Пермяков умеет это делать, мы еще научимся, я думаю, в двух-трех словах объяснять. Да, без всяких надо показывать, да, да, вот просто, да, выключить чехолку, а тут Раиса, просто, как бы, нужно, наверное, не знаю, и там, и там, наверное, побывать, чтобы, ну, понимать разницу, но, это нам-то кажется, что нужно и там, и там побывать, чтобы понять разницу, да, но есть ведь люди, которые ни разу и не работали на работе, да, а как, а откуда они знают, что так круче, чем на работе, они ведь ни разу не, у них нету трудовой, они ни разу не сталкивались с тем, что начальник там прессует или еще что-то, почему они уверены в том, что все-таки имея бизнес, ну, ладно просто бизнес, а то в интернете, потому что, как бы, бизнес, который делается через интернет, он уже на ступени выше обыкновенного, вот, поэтому вот Алексею Будаеву слово, пускай расскажет, почему уже, откуда такая уверенность, когда ты ни разу дядьку усатого не видел, который на тебя орет, откуда уверенность в том, что, ну, все-таки, ну, работа на себя, это намного круче, и даже не возникает мысли о том, чтобы пойти на работу, я переключаю, как бы, на Алексея, и слово тебе. Привет, спасибо за предоставленное слово со стороны команды, пластинного совета нашего местного. Спасибо, Андрей, за очень интересные, кровавые истории, я вот слушал внимательно Андрея, и сразу понял, что дальнобойщик – это реально хреновая профессия, я точно бы не согласился на нее, даже если бы бизнес FFI закончился, и мне пришлось бы идти на работу какую-то, ну, или искать другие идеи, но водить машину, и вот в такие истории попадать передряги, ну, его нафиг, не знаю, как вы. Да, я сейчас вам постараюсь коротко за минут, ну, может быть, 15-20, как получится, изложить те мысли, которые у меня сейчас есть, и раскрыть некоторые интересные моменты. Мы затронули сегодня очень хорошую тему, кстати говоря, и тут обмолвились обо мне, как о человеке, у которого нет даже трудовой книжки, никогда не работал на дядю. Я вам скажу, что это неправда, оказывается, это неправда, я сам для себя это открыл буквально недавно, ну, как, минут, наверное, 15 назад, я трудовую книжку. Вот она. Я расскажу, откуда она у меня есть. Оказывается, я вспомнил, это было давно неправда, я даже вообще зачитаю, где я работал. В этой трудовой книжке на первой странице написано, вот, 7.05.2007 года, не знаю, там, ну, она вряд ли вам видно, просто зачитаю. До поступления в БГУ трудового стажа не имел, ну, был безработным, да, понятно, студент до 18 лет. 7.05.2007 года принят на должность лаборанта в механике математического факультета. Проработал на этой должности до 31 декабря 2007 года. Уволен в связи с окончанием трудового договора. Прикиньте себе, я, оказывается, работал на дядю, я просто этого не помню. Лаборант, ну, в понимании многих людей, это, наверное, ну, человек какой-то там пробирки перебирает, да, там, что-то переливает, где-то в холодильник что-то встает, достает, колбасу нарезает, ну-то. Но я работал на этой должности немножко в другом ракурсе. Почему я не запомнил, вот в своей памяти не отложилась у меня эта работа, сейчас объясню. Моя должность заключалась в том, что я занимался научно-исследовательской работой, оказывается, когда еще учился в университете, потому что был шибкоумный, занадто разговорчивый, и мне подумали, что такой талант, ну, как бы задарма пропадать будет, надо поработать и на нужды университета. Поэтому меня пригласили работать в лабораторию. Стипендия тогда была, она и сейчас есть, сами понимаете, не, ну, как бы, не зарплата бизнесмена, да, даже в нашем бизнесе самого, ну, короче говоря, даже платиновый пакет сейчас один покрывает сверх ту стипендию, которую мы тогда получали. Поэтому я не отказался, и тем более, что я более-менее занимался тем, что мне нравится, я думаю, ну, ладно, что, я буду в лаборатории в этой числице, работать я буду все равно на дому, потому что моя работа состояла в том, чтобы разрабатывать с помощью своих способностей дополнительные, ну, так даже, скажем, фиши для нужд университета в определенной отрасли, я не буду удаваться в подробности. То есть я работал как? Пришел домой, тебе дали задание, как программистам, и тебе нужно выполнить, написать, делать, принести, сдать отчет, в общем-то, и вся работа. И тебе капает зарплата. То есть я получал, в принципе, тогда не то, чтобы хорошие деньги, но это было, короче, раза в два с половиной больше, чем стипендия вместе с вот этой вот подработкой. И единственное, чего я тогда не понимал, я думаю, блин, за что мне платят деньги? Я, в общем-то, делаю это как-то, ну, фигню какую-то реально делаю, то есть я занимаюсь тем, что вроде мне не так очень нравится, да, но что я не считаю такой работой, за которую можно было платить деньги. То есть я существенно ничего полезного для экономики еще не сделал, своими там изысканиями, научными там разработками, трудами, сдал этот отчет, эту программу, и тут мне заплатили деньги. Я как-то себя чувствовал неловко в этой ситуации, реально, даже за эти копейки. И, ну, честно говоря, у меня совести было. Ты работаешь, да, ты выполняешь что-то, что тебе совсем понятно, не очень нравится, и тебе за это платят деньги. Такое легкое ощущение рабства, ну, что тебе навязали это, ты вынужден сейчас это сделать, выполнить. Если не сделаешь, то будет и неловко перед руководителем научным, и вообще перед всем университетом, что тебе заплатили бабло, а ты этого не сделал. Это вот был единственный опыт моей наемной работы. В следующем году он повторился, то есть я вот нашел у себя две страницы трудоволь заполненные. Вот в 2008 году тоже, 1 апреля, принят на работу на должность, ту же самую, и 31 декабря уволен. Значит, кстати, к концу второго года, я помню, уже сейчас вспомнил разговор с руководителем, состоялся, да, когда меня увольняли, с этой должности говорят, ну, Алексей, как бы, надо бы результаты показывать какие-то, надо бы что-то уже продуктивное делать. У тебя там пока, вот я смотрю, не очень получается, а у меня не получалось, потому что я на второй год уже понял, что то, чем я занимаюсь вот в рамках этой лабораторной деятельности, это фигня. Это вообще не то, что принц хотел бы делать, ну, именно даже пусть применяя свои интеллектуальные способности. Я там думал о высших материях, думал, сейчас буду заниматься там физикой, там какой-нибудь физикой космоса, какие-то спутники там рассчитывать. А мне приходилось рассчитывать там банально какое-то подземелье, извиняюсь, урожение там, солигорские эти рудные, ну, рудники там, да, их всякие вот эти вот пласты, пород, как это все должно там правильно подрабатываться, чтобы кому-нибудь на голову не рухнул кирпич, там что-нибудь еще не случилось, не оборвалось, не протекло. Ну, вот, в основном, по-простому задача решалась вот именно таким образом ставилась, вернее. Поэтому я понял, что это не мое, я пришел, честно, сказал руководителю, знаете что, вы мне извините, да, но сколько бы вы много мне не платили, я этим заниматься не буду, поэтому, ну, больше не надо мне устраивать на эту работу, как бы я себя сам обеспечу. А вот в конце университета я просто сказал руководителю, который рассчитывал, что я уже пойду в аспирантуру и буду продолжать эту же деятельность и учиться заодно, что тоже выбрал другой путь. Это не мое, братья на красный диплом отучился, хватит меня этого. Пять лет потратил, выучил то, что нужно было, то, что не нужно было, но сейчас пришло время зарабатывать деньги. То есть, ну, в смысле того, что пришло время достигать в жизни того, чего я хочу теперь. Не то, что университет от меня хотел, не то, что государство от меня хотел, а то, что я теперь хочу. И вот вопрос, который мы сегодня подняли, да, работа лучше, либо бизнес, он, ответ на него, он, по моим прикидкам, по моим ощущениям, должен исходить изнутри себя. Вот на самом деле нельзя, наверное, абсолютно сказать, что плохо работа, плохо бизнес, плохо сетевой бизнес, потому что бизнес же был разный, да, сетевой классический. Плохо или хорошо, то или иное, познаются только в сравнении и конкретно, и каждого персонального человека. И вот возникает вопрос, да, у нас сегодня. Как вот показать нам, да, что наемный труд – это вот такое рабство, это так все неблагодарно, это такая задница в нашей стране, а бизнес – это классно, это вообще такая тема. Я просто прихожу, общаюсь с людьми, которые работают на наемных работах, и ужасаюсь их историем, и я понимаю, что, боже мой, ой, как хорошо, что меня куда-то не занесло вообще вот в эту вот дыру, и что сегодня я свой офис имею дома, открываю компьютер, начинаю здесь работать. Я сегодня по морозу минус 18 дошел от дома до рынка, купил там что-то мне надо, вернулся домой и уже понял, что я больше никуда выходить не хочу. Через полтора часа меня еще хватило на то, чтобы от дома перейти дорогу, зайти в тренажерный зал, это 100 метров. И когда я пообщался там с людьми, то есть я обычно с людьми, из их истории понимаю, что в этой жизни хорошо, что плохо. Есть администратор, который сидит на зале, раздает там всем ключи, значит, от шкафчика и так далее, и я смотрю в глаза девушке этой, и понимаю, что она сидит и думает, блин, как бы быстрее закончился рабочий день, быстрее добраться домой, торчу как дура с 8 утра до 10 вечера, не еду в этой конуре, то есть у меня освещение все, это только вот то, что, ну, ламповое освещение в этом коридорчике. И я потом разобщался, она мне говорит, я даже не представляю, как мне, как я буду здесь работать летом, когда настанет солнечные прекрасные дни, а у меня два через два график, и я не увижу этого солнца, которое всех людей будет освещать, которое будет греть, а я очень солнцелюбивая, ну, по природе человек, и я буду вот в этой конуре работать здесь два через два за копейки. Я говорю, зачем ты сюда устроилась? Ну, потому что, блин, нашла возле дома, я здесь живу недалеко, мне тут недалеко идти, в принципе, фитнес, спорт – это мое, ну, как бы я сама занимаюсь. Вот посмотрела, сравнила и думаю, ну, почему бы и нет, лучше, чем не работать. Вот эта фраза была ключевой, лучше, чем не работать, чем не получать деньги, да, чем сидеть на шее у родителей. Вот этот таракан, он заставляет многих людей уходить, уводить свою личность от развития, который был бы им удобен, всех нас. Ну, сначала, когда ты идешь на работу, понимаешь, что по-другому нельзя, а деньги-то надо как-то зарабатывать, ну, вот он себе, шведский стол, ну, что есть на нем, то надо и выбирать, либо идти там кассиром в магазин, либо в банк кассиром, либо на стройку строителям, либо там водителям-дальнобойщикам видеть, как трупы на дорогах там, ну, получаются в итоге неудачных, так скажем, соприкосновений машин, да. То есть, ну, короче говоря, выбирать из того, что есть. И да, почему-то не… ну, только у небольшого количества живых душ, да, возникает такая мысль, почему бы не подумать, как обменять свои знания и навыки на деньги, просто придумать что-то, что придумывают, в принципе, бизнесмены, там, люди, ведущие классический бизнес или сетевой, чтобы свои навыки и знания обменять на деньги. И поэтому приходится выбирать вот этот наемный труд. И я понимаю, что, е-мое, если бы я пошел сейчас в образование, неважно, с какими там своими навыками, сробностями, но если бы это выглядело так, что каждый день, пускай до 22, с 2, с 8 утра до 10 вечера, там, до 6, до 7 вечера, не имея возможности устроить себе выходной тогда, когда ты хочешь, когда это нужно, например, как для тебя день рождения у твоего племянника, племянницы, у твоей девушки, не знаю, там, у мамы, да, то есть праздник какой-то, где реально нужно, вот нужно выходной себе устроить, то хер мне такая работа нужна, простите меня за задержание. Ну, потому что, действительно, моим временем управляя, некий человек, который остался по степени сравненности в высшем я умнее, он организовал бизнес-процессы, я работаю в его бизнесе на него, а он отдыхает на канах в Таиланде зимой и летом по три раза на год, и в этом его кайф, в этом его приступа, что он сделал меня, получается, если бы я был на его... Ну, вот, сами понимаете, если мы не работаем в чью-то бизнес, так зачем же тогда нам продавать свои навыки и знания на то, чтобы работать в чужом бизнесе, если мы можем вполне способно организовать это в формате, ну, такой самореализации. Сетевой бизнес, по сути, я уже пришел к очень глобальным выводам, да, находясь в индустрии уже 4-5 лет, это способ, способ вырваться из рабства, то есть наемного труда, значит, вот к тому квадранту типа бизнесменов-инвесторов, да, простыми шагами без высоких финансовых материальных вложений и без высоких институтуальных способностей. Ну, то есть, тупо выполняя простые задачи, да, тоже получается, как бы ты на наемной работе, но только мы уже тысячу раз это все знаем и говорили, что эта работа, она становится с каждым разом, с каждой минутой, с каждым действием все эффективнее и все больше оплачиваемее, потому что за одно же действие мы получаем все больше денег. в связи с тем, что команда сфермируется, люди дублируют наши действия. Вот, и я, честно говоря, то есть, ну, просто слушать, вот это, да, только бы Рэнди и Вэнди не думали, ну, как бы уйти на наемную работу, и тогда же нам вообще пипец будет, придется обратно себе вложу управления, искать кого-то там из списка команды, чтобы они воздавили компанию, а там же, знаете, как может быть, что какая-нибудь павшивая автор задавит команду, да, ну, то есть, случайно, так и бывает в случае, и, ну, как бы, как ты хочешь, не хочешь, придется мириться с правилами, которые тебе будут диктовать. Не всегда попадаются добросовестные владельцы, да, и, кстати, многие компании разрушаются, что политика людей, она не идет в ногу с, ну, как бы, с общеческими ценностями, потому что кому-то тупо бабла накосить. Мы находимся, как бы, знаете, ну, как бы свободные люди предприниматели, но получается немножко зависимые, в плане, что мы не можем повлиять на решение тех людей, кем мы являемся подчиненными. То есть, ну, по сути, на решение компании и так далее. Но, слава Богу, нам повезло. То есть, что нравится, наблюдая, ну, как бы, много же, да, там, третий год за историей развития компании, за тем, что происходит здесь, и понимаю, что, слава Богу, что, несмотря на то, что есть, ну, не добросовестные дистрибьюторы, есть люди, которые идут здесь в этот бизнес ради своей корыстной выгоды, ради бабла, по-простому говоря, ради того, чтобы кого-нибудь на том-нибудь нагреться, быстро рвать уш, избежать. Все равно, значит, ну, владельцы компании это очень достойно. А это значит, что можно с уверенностью идти вперед и понимать, что что бы там ни случилось, что если эти люди не изменят в своем времени, то можно, скажем так, при любом раскладе, при любых обстоятельствах двигаться дальше, начинать с, не знаю, с минус одного, с плюс десяти, с любого положения. Как говорится, отсеется шлак, отпадет все ненужное, останется все самое ценное. Ветки сухие и, как бы, дикие, да, дикие плоды отпадут, останутся. Поэтому в данной ситуации, допустим, наш конкретный бизнес меня крайне вдохновляет. И еще вдохновляет. Все же истории расскажу. Сегодняшний день. Вот я же не знаю, как вы сейчас находитесь здесь, наверное, почему так мало ли, может быть, все сейчас находятся в такой агонии по поводу круиза, то есть хотят же все-таки попасть, в бред, сделать максимальную работу, поэтому мы даже не пришли на этот вебинар. И это, ну, тоже хорошо, ладно, что, если мы увидимся не здесь, а на корабле, то уже будет неплохо. Но если мы не увидимся не здесь, а на корабле, то сами придумайте себе букву. И я сегодня, ну, вот такая история, человек, друг, который, который так случилось, с клиентом в бизнесе, купил продукт, еще летом как-то буст попробовал, у него, в принципе, не получилось сверхъестественного результата. У него в итоге буст в машине вообще разлилось. Забил. Ну, вот мы же люди, да, все, наблюдаем, вот он за мной наблюдал, и я написал недавно сообщение. Рассказал ему, что, слушай, такая тема, нужно попасть в круиз абсолютно бесплатно. И, образно говоря, из двух тысяч долларов сделать себе четверг в эквиваленте. Купить на две тысячи долларов очень полезного, крутого продукта для себя, и компания тебя в круиз. Заодно еще у тебя будет и готовый бизнес на год. Ты можешь развивать, зарабатывать деньги, можешь не развивать, зарабатывать деньги, кто-нибудь другой будет развивать, продать может бизнес. Ну, то есть, рассказал по-простому, по-нагодному. А человек сам классический бизнесмен. У него свой бизнес натяжные потолки. И он даже, он просто, ну, посмотрел, то, что я ему дал посмотреть, и говорит, слушай, у меня все устраивает, надо попробовать, чего нет. Если это такая халява, блин, я готов, что, куда нести деньги, расскажи. И вот он приехал сегодня, к вам привез 2 штуки баксов, без всяких разговоров, мы зачислили на карту, но, лимит на карту был в 2000 долларов, а там общая стоимость оплаты 2100. Вот, поэтому я сегодня поднимался чат по поводу того, чтобы найти у кого-то аннуальную карту. Хотел завершить в воскресенье на этой неделе эту сделку. Принесли ее на завтра, бывают такие случаи, что поделаешь. Ну, вот, кстати говоря, полезная вам информация попутно, что причина того, что карты пластиковые отклоняются на сайте, это то, что лимиты установлены. Если написали кредит-карты или denied, или refused, то звоните в банк, выставляйте кредиты заново, или же, если это можно через этот банк сделать, то тоже не забудьте, позаботитесь. Особенно сейчас в период проходят большие оплаты у людей. Но фишка в чем, я к чему говорю, что мы разговаривали с ним, и, ну, он такой говорит, слушай, это классно, ну, то есть, все, он уже в круизе, ну, так как там, что там надо, какие-то дополнительные расходы, билеты там на самолеты, как там, что где вообще приезд, время, что я говорю, да не так все ты на себе, елки-кипалки, ты уже в курсе, наслаждайся, иди расскажи лучше, чтобы упасть, чтобы у тебя по деньгам был, чтобы ты с ними поехал, чтобы они также наслаждались тем, что ты еще... Потом, 1 февраля, мы, когда все уже кроется, посмотрим, сколько у нас будет людей в итоге, соберемся, посмотрим, как мы будем заказывать, сколько билетов, кто туда обратно летит, первого, кто первого, кто тридцатого. Я ему говорю, что ты знаешь, как бы мы сейчас планируем смотреть билеты, вот, и туда мы летим, 31 числа, чтобы прям под круиз, а обратно, 30 июня, чтобы долго еще побыть, пожить в Испании, почему не знаю, под шумок. И он такой говорит, нет, ты что, ну, ну, выдадите, я так не смогу, ты что, какой месяцок, у меня тут бизнес, у меня все развалится, я максимум на недельку с вами, все, на палубе потусуемся, я тут домой. И еще как бы не факт, что у меня получится, я вот хотел узнать, а можно ли кому-то его будет отдать, и у меня вдруг не получится. Ну, просто реально, Лех, пойми, у меня тяжелая довольно, пока ситуация, придется, ну, много времени уделять, развивать бизнес, я, у меня, я руководит процессом, парад, я не могу, я не могу, долго. Я такой говорю, ой, дал, ну, бизнес у тебя классный, не скажешь, ну, видишь, а у нас вот я могу, месяц там быть, работать, оттуда вести бизнес, и не развалится организация, если там, если, извини меня, без моего руководства, пару-тройку людей перебегут куда-нибудь в соседнюю компанию, они их с моим руководством перебегут. Вот, говорю, меня вообще-то не парит, поэтому, ты подумай, тем, что месяца впереди, ты можешь просто свои процессы налоги, делегировать свои, там, деятельности, классической бизнеса, а здесь развиваться нормально, вытянут на уровень доходов, в шоку-полторы долларов, сколько у тебя чистых, есть только в месяц, ну, он там говорит, да, столько есть, ну вот, наладишь себе там производство, как бы поставишь его там на автономный режим, наймешь себе нормально, ведешь людей, управляющих, а здесь будешь развивать свое удовольствие, будешь ездить нормально, какие люди, иметь выходных, на неделю, сколько хочешь, когда хочешь, и путешествия, когда хочешь отдыхать, и не имеют у тебя необходимости, чтобы твой бит выбирал, когда тебе ехать на отдых, у меня себе прикол, вот такие вот вещи, и таких историй просто тысячи, поэтому, когда я их наблюдаю, анализирую, что люди, что они мне расскажут, и бизнесмены, и не крутые обычные, и пешники, и наемные, где-то, тем более, то, недавно зашла девчонка в бизнес, она живет в глухой деревне, в каком-то, извините меня, в Мухосраге, в Беларуси, которая называется Мороч, недалеко, кстати, от моей малой родины, в этой деревне, кроме нее, еще адекватных девчонок, пару-тройку, пацанов тоже, ну, понимаете, да, то есть, ребята под шофер, которые работают, работают после виноводочного с утра до вечера, то есть, у них график тоже, там, два через два, с 8 до 22.00, ну, пока магазин не застанет, только работа специфическая, помогают нашему, как-то, завод, ну, в общем, на промыкности вот этой всей, и, нет с кем даже пообщаться нормально, живет на мужа нету, живет с ребенком, живет с мамой, с родителями, сама работает на работе, продавцом в магазине с 7 часов до 23.00, по-моему, тоже два через два, за 2,5 миллиона, а мама на свиноферме, примерно за получше зарплату, у нее желание, как это, ну, хочет прорваться, да, то есть, обустроить себе нормальную жизнь, увелиться туда, нормально жить все люди, и помочь при этом родителям, и я говорю, слушай, ну, Оль, реально, вот, как ты представляешь, и ты будешь оставаться на этой работе при тех условиях, шансы есть какие-нибудь вообще, ребенку уже 9 лет, шансы есть вообще прорваться при таком раскладе за 2,5 миллиона, и вообще у меня волосы дыбом стояли, ну, что приходится идти людям, да, ну, что приходится соглашаться, когда, таянство, типа, такое, ну, условия, такое, не можешь ты, там, в ту страну, да, найти все более подходящее, более прибыльное, в Минске можешь метнуться, потому что в Минске надо иметь жилье, чтобы жить, надо снимать квартиру, а снимать квартиру, это деньги, надо иметь себе кучу расходов, а это уже все, это уже страх, страх уже подпирать, что, а вдруг я не найду работу входящую, а вдруг, ну, вдруг, 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 куча разных, а здесь вот, как бы, гнездо, родное, все, как положено, приходится, ну, мириться с тем, честь, а до этого времени, лет 5-6 человек, и не знает, что такое европейский уровень жизни, вы представляете себе, то есть, как человеку вымыли на душе, его из князи в грязи, сначала из грязи в князь, а потом обнать тебе, возвращайся, и вот, действительно, в сравнении познается много чего, в том числе, и такие простые речи, как уровень жизни, стиль жизни, то, как работать, как не работать, люди, которые с мозгами, которые, на душе есть, ну, естественное переживание, не только животный инстинкт, прийти, пожрать, короче, что-то сделать там, нашимать колбасы, резцово работать, на станке что-то выточить, за 8 часов в день, вернуться к работе, так, опять пожрать, лечь на диван, включить телек, и пультом немножко, как это, заниматься спортом на пульте, палец поразминать, короче, так, ноги щелкаем, вот весь спорт, вся физическая нагрузка, посмотреть, значит, по телеку прикольные передачи, немножко пожрать, может быть, под них, 23.00, отбой, все, спать с утра, в 6 утра, будильник, дин-дон, как огурец должен встать и пойти заново, то есть, ну, зомба, зомба жизнь, да, недаром нашу страну начинают называть зомбилэм, зомбилэм, да, или в Минске-зомбинском, и так далее, кто-то есть в этом, ну, много людей, все-таки, кто живет в таком стиле, так вот, этим людям, конечно, чем им наш бизнес, зачем им зарплаты, и вообще доходы, в титул, в движение, на какие-то круизы, мне отвечает, что человек говорит, слушай, да какие круизы, я этот круиз не интересую, что, на палу, там, на каком-то корабле, Титаник, да он еще утонет, там, вместе с вами, не будете потом, поминать меня, мои рекомендации, что я вам говорю, туда не ехать, я лучше вон это, на свистач, летом, нормально, что, с друзьями, машинку зарядили, полностью пивком, там, девчонками, пацанами, дали покрывало, шашлыки, мышлыки, сальца, мяко, сделали себе, там, костерчик, и нормально, вот уславали еще, за славлю тоже, чем не место отдыха, в родной природе, в родном лесу, нормально, в свежем воздухе, зато все родное, зато близко от дома, зачем кто-то ехать, тратить деньги, так вот, эти ребята, у них свой стиль жизни, свои, ну, свои правила, да, свои вкусы, но я говорю сейчас о нас, нормальных, адекватных людях, какие-то высокие, да, исходя из нашего уровня, как бы, ну, уровень, это правильно, правильно, то есть, то, мы родились сюда, в этот мир, не для того, чтобы быть добами, для кого-то, то есть, не для того, чтобы похавать, потребить энергию, эту энергию потратить на то, чтобы что-то произвести, а это сделать, потому что нам нужно за это заработать деньги, на которые нам нужно купить, что-то похавать, чтобы опять произвести энергию, чтобы заработать, то есть, цикл такой, да, интересно, Зарабатывать, чтобы выживать, а выживать, чтобы зарабатывать. Крутая общественность по жизни получается. Так вот, чтобы так не было, то недостаточно иметь, я уверен однозначно, недостаточно иметь наемную работу. Невозможно, короче, в рамках колеса Беличева сделать себе такую жизнь. Я абсолютно уверен, особенно, ну, будет неправильно можно сказать, что в нашей стране, но особенно, будем говорить так, в том обществе, где, ну, не ахти какой высокий уровень, там, социально обеспеченности, когда ты общаешь по касанию баксов, когда сидишь, стоишь, сидишь дома, я знаю таких людей, есть, есть такие ребята. У меня среди недалеких родственников в России есть такие люди. Можно работать, будешь получать там пособие по безработице в районе 30 тысяч российских рублей. Ну, а что, в принципе, если надо много по жизни, то этого хватает, чтобы комфортно себя чувствовать. Но вам же явно не хватает, раз уж вы в бизнесе, да? Ну, вот и все. Вот здесь весь ответ на вопрос, что делать, работать на работе совместно с бизнесом или работать на работе просто без бизнеса, идти в бизнес. Ну, именно делать этот простой бизнес, который, в принципе, тоже можно называть работой. Простой работой по обычным простым алгоритмам. Ведь, действительно, это не получается. Единственное, что здесь отличается от наемного труда, это то, что здесь приходится, приходится каждую среду, хочешь ты или не хочешь, ну, ходить по-любому. Деньги намораются подбивать, засовывать это все в кошелек, потому что собака не влазит, понимаешь? Ты снимаешь, а оно из-за раз-то невозможно все снимать. Вот в чем беда. Вы понимаете, что вообще приходится сейчас в банкомат, порой не каждый день ходить, то есть, зайти, да, потом еще раз зайти. Потому что тут, как бы, пачка белорусских таких, знаете, долларов-то не выдает, сколько надо. И тут еще хочешь, не хочешь, ты поработал нормально, тебе компания говорит, давай, ищи в круиз, что ты дома сидишь в июне, сейчас. Давай, соби манатки, покупай билеты, готовься, будешь в круизе 7 дней отдыхать. Приезжаешь в круиз, а там тебе говорят, слушай, ты что сидишь тут вообще? Ты не видишь бары, столовые, магазины, ну, или в сферу досуга различий. Давай, иди туда. Что ты пришел в столовую, взял себе котлетку с маслом? Ты оставь всю эту белорусскую привычку. Это там вы можете экономить на еде, там, бояться, что денег не хватит завтра на еду. Здесь тебе нужно наесться, поправиться хорошенько, потому что ты вернешься домой, и опять будешь увидеть этих родственников и тех, которые на корону с сардельками. Почувствуй себя человеком. Правильно наслаждайся, не надо, конечно, упиваться, там, обжираться, но почувствуй себя в том стиле, которым бы ты хотел. То есть не стесняйся поесть нормально, добротно, фрукт, качественный продукт и так далее. Не стесняйся побыть на дискотеке, оторваться. Вот это вот все, да. Я не знаю еще, какая программа будет, но я думаю, что будет очень круто. И вот этот вот стиль, да, окунуться в этот стиль один раз достаточно, чтобы потом просто, знаете, как брыкаться, как ребенок, как тот ребенок, которого, ну, владенец разделит, да, там, хотят его перепеленать, а он не понимает, ну, кричит, там, орет, плачет, ему холодно, например. И как тот ребенок, которого сейчас хотят наказать, папа ремня достал. Он орет там на всю квартиру, мечется, нет, нет, не надо, папа, не надо. То же самое здесь, внутри, как чувствует, как в таких местах, например, как Доминикана, который падает в круизе, и, допустим, при этом работает на работе там, или еще не до конца оттуда ушел, и просто в бизнесе в нашем, но вернется домой, и вдруг такая мысль возникнет, да, может на работу вернуться, потом такой внутри, ты что, больной, что ли? Ты вообще не понял сейчас того стиля жизни, который тебе только что предоставили, и ты хочешь сейчас вернуться вот туда? Тебе хорошо, там было плохо, и ты хочешь плохо? Ни в коем случае, ты что, нельзя этого, то есть, ну, я не пойду. Ну, и вот и все. Так что, кто, я не знаю, то есть, если есть такие люди, которые сегодня работают и в бизнесе, и на работе, то, ребята, я, честно говоря, ну, блин, вам нужно браво, то есть, у вас реально нечеловеческое терпение, и вы, наверное, ну, родились во времена таких серьезных морозов, покруче, чем сейчас, наверное, было минус 25, вас закалило, вы носили где-то кирпич с 5 лет, может быть, при вас закалялась сталь, может быть, вы вместе с ней закалялись, но это реально нужно очень много терпения и храбрости, чтобы продавать своего наемной работе, и бояться рискнуть, сделать работу, чтобы при успе бизнесе. У меня все. Я пошел, в общем-то, доделать помошен вдвойной, потому что, ну, я не хочу, мне реально, как бы, будет, ну, неприятно, если я поеду туда один, зная, что могу кого-то взять с собой из родственников, или там, из близких людей. Первое слово, Алексей Гуманенко. Это, как знаешь, где-то я слышал, смотрел визу в Ютубе, и слышал, человек, как бы, говорил, типа, как выжить на 5 тысяч рублей российских в месяц, да, ну, там, на 200 баксов. Говорит, я не знаю, как выжить на эти деньги, вот, честно. Говорит, я не знаю. Да, это нужно иметь храбрость, нечеловеческую смелость, это нужно иметь, ну, неимоверную, вообще, силу воли, да, чтобы ограничивать себя, вот, во всем. И вот как, как решить эту проблему, как жить на 5 тысяч рублей в месяц, ну, я не знаю, как это сделать, как бы, у меня так не получается, это не мое, да. Вот, то же самое здесь. Вот, ну, ты, в принципе, ты, в принципе, не провел параллель, как бы, между, все-таки мы говорим о бизнес против работы, да, какие есть плюсы, какие есть минусы, и все-таки, может быть, мы не будем особо, хотя мы лично имеем право стебаться над работягами, потому что сами такие, какие, но, хотя бы, может быть, найдем какие-то плюсы в работе, давайте найдем какие-то плюсы именно в работе, ну, чтобы прямо так не опускать и не кричать сверху, да, ну, как бы, везде должны быть плюсы и минусы, вот, понятно, что в бизнесе есть плюсы, что мы сами, мы просыпаемся во сколько хотим, работаем где хотим, делаем что хотим, в свободное время, а свободное время это 24 часа в сутки, и, скажем так, ну, сами управляем, в общем-то, собой, да, не кому-то даем право командовать, когда прийти, когда уйти, а сами себе, вот, возможно, это и минус для кого-то, вот, но вот давайте попробуем найти плюсы именно в работе над дядьку, потому что когда-то я увольнялся и пришел значит, директору настройку и он спросил, говорит, так, сколько ты работал, так, месяц, так, так, понятно, сколько тебе дать, чтобы ты не сдох, понимаете, как, поэтому давайте найдем вот, вот, какие-то плюсы, вот, не такого характера, по-настоящему плюсы, у кого есть какие мысли, я переключу камеру и дам микрофон. Давай, 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 мне есть плюс, я забыл, говори, говори, это вообще полный минус, конечно, нет, я же сказал, что в каждом из, ну, средств по самореализации, работа наемный, труд, вообще бизнес на себя, либо бизнес сетевой, есть и плюсы, и минусы, в работе тоже есть плюсы, например, очевидный плюс, это, как бы, воспитание в себе дисциплины, ну, потому что надо вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время, надо приходить на работу, воспитание в себе внусливости, это очень сильно воспитательно, то есть, воспитание терпимости, возможно, если тебе начальник не нравится, ну, там не все хорошо в коллеге, ты, вот, я чувствую, того, чтобы, ну, не считать, что все люди там, козлы, подонки и так далее, как-то, более становиться социальным чувством в плане, и понимать, что такое миссия начальника, что на тобой есть кто-то, кто управляет, что ты не можешь быть абсолютно свободным, нужно кому-то подчиняться, это тоже плохо, это, наоборот, в какой-то смысле нехорошо, потому что, так, из человека, ну, из крикливого дитя, получается, типа, воспитанный, такой, нормальный гражданин, здравомыслящий, который понимает, как тут поступить, это, безусловно, какой-то опыт. Потом, значит, смотри, развивается шпидачное, еще, да, мышление какого характера, планирование бюджета, то есть, как умудрить, вот, на 500 долларов, например, в этот месяц, надо купить это, это и это, что купим в первую очередь, на вот это, да, вот это на потом оставим. То есть, в принципе, мозг все равно же включается в работу, и в этом тоже есть хорошо. Ведь, если сразу человек окунуть в бизнес, где получать баснословные деньги, и вот, когда некоторые нам кричат, смотри, там, мы тут 10 тысяч долларов, ты там, лох, сидишь там, свои нищие на копейки, давай к нам. У этих людей, у них же через год начнется просто истерия, от того, что деньги закончились, они не знают, где их взять, они не способны их создать, потому что они не умеют их создавать по правильным инструментам, а просто похапнуть и потратить. И, просто, у них не работает, в плане того, чтобы, там, вот что приоритетное купить, спланировать там что-то. Покупать все, что хочу, понтуюсь, как хочу, а потом, когда остаюсь здесь, то уже не знаю, что сказать, просто, ну, как бы, на дно кладусь, потому что, просто, тупо, не позорно было мне за все выпендрежек. Так что работа, это тоже, вот это плюс, воспитывать много в себе. Потом, что еще дает полезного, я считаю, во-первых, профессиональные навыки в какой области? Реально же, есть люди, которым, ну, не всем им быть, будем продавцами информации, как мы, вот, явимся продавцами информации. Кто-то реально хочет быть художником, тоже профессиональным архитектором, вот ему нравится копаться в этих программах, и в этом он ощутит какое-то счастье. Вот он ощутит это счастье и будет ощущать до тех пор, пока его не клеманет в один день, например, и не чувствует, что, е-мое, ну, не хватает заплаты, чтобы все то, что я хочу позволить, уж как 30-й год. В этом тоже есть классный плюс. Ну, мы же, понятно, не говорим здесь о известных вещах, таких как социальная обеспеченность, защищенность, всякие пакеты, соцпакеты, всякие там, ну, то, что дают работодатели сейчас, чтобы удержать своих лучших работников. Поощрения, премии, хороший коллектив, потому что в коллективе бывает так, что люди общаются, встречаются, находят друг друга, женятся, опачки, семья. И вот сейчас попробуй прикрепить человека, который на работу ходил, что, да, ты бенёй занимался, зачем ты дотатил время? Он сказал, ты знаешь, я нашёл там свою судьбу, что мне тут парят. Нельзя сказать, что это было абсолютно действо. тот же вариант, что и с бизнесом. Вот какой-то плюс каждый человек должен найти для себя, сам, самостоятельно, исходя из своих внутренних, душевых и материальных потребностей. Вот, всё всё понятно. И так же, работа, она ведь, как бы, я свои, вот вспоминаю сейчас, годы, детство, юношество, отричество. Я работал не за деньги, но тоже тяжело, то есть, в плане того, ну, и родители, они очень трудолюбивые, медики, к тому же, они тоже не по настройке знают, как уметь выкручиваться за зарплату, которая не позволяет купить всё, что надо в этой месяце, которые знают, что лучше своим трудом, чем кого-то нанимать и заплатить ему деньги, потому что мы там с нуля дачу строили, ну, в общем-то, было много, здесь хозяйственное, поэтому у меня выходные после школы были именно там, это кирпичи какие-то, стройка там, огород, всё остальное, и в те годы я воспитывал все чувства трудолюбивых, то есть, я понимал, что деньги, понятно, мне это может не нравиться, я вижу, надо, это твой крест, надо его отнести, да, когда ты станешь взрослым, 18 лет тебе исполнится, всё, вали, делай, что хочешь, но сейчас тебе надо, так же и здесь, на работе, возможно, может быть, распределение, которое дают после университета, тоже полезная штука, чтобы два года покунулся к человеку дерьмом, точнее, головой в это дерьмо, он нахлебался и почувствовал, что всё-таки это такое, если он хочет, нравится это, допустим, мазохист, всё в порядке, иди дальше работай, если же нет, то выберет для себя что-то другое, будет искать какие-то возможности, к тому же, по-любому придёт какую-то пользу другим людям, то есть, экономить тому же работодателю, и вполне возможно, то, ну, как говорят, да, лучший топ-менеджер, наблюдается лучшими условиями, может он поработает на наёмной рамосе, не знаю, на какой-нибудь бизнес-молодость, подал какие-то вещи более понятные, но зато пока это на Мазарате два месяца, как лучший топ-менеджер какой-нибудь компании, в частности, БМ, или, короче, много разных можно упоминать здесь, что я говорил, нельзя, чтобы работать на фуфло, а бизнес это круто, поэтому давайте все сюда, и все туда. Нужно найти самому человеку, где плюсы, где минусы, и это взвесить. Вот на одной чаше будет работа наёмная, вот здесь будет бизнес сетевой, или это классический, и посмотреть, что в сумме в итоге лучше, а или б, или может быть ни то, ни другое, может быть вообще надо стать отшельником, просто поехать в какой-нибудь Минской области город, заселиться, и пытаться жить за, ну, допустим, за 500, за 200 долларов доводствоваться малым, да и ну его нафиг вообще все эти движухи, ну, блядь с кетом, например, или уезти в монастырь, многие люди тоже так делают, имеют право, это нормально, все изнутри, я думаю, из потребностей, из быков, из материальных потребностей, если у кого что там играет, в первую очередь, то и тот и выбирает, если ты молодой, там, у тебя играет, короче, гормоны, тебе нужно нормально, нормально, желательно регулярно, желательно с несколькими девушками сразу, чтобы в себе этот пыл, как бы реализовывать, то, ну, и выбирай человек, соответственно, что ты ему там скажешь, что нет, слушай, ты что, это неправильно, это не по-христиански, нужно, короче, надо сначала жену найти, все, потом уже будешь там наслаждаться, нет, зачем ты, черт, куда парень, я хочу сейчас погуляться, так что каждый выбирает сам, выберет сам, исходя из своих запросов, все, и этот вопрос, я думаю, как бы, наверное, глупо будет как-то дискутирует на эту тему именно в русле, в русле, в русле того, что это, ну, наемный труд, это не было вам, ребят, давайте лучше все-таки в бизнесе, валить по конкретному, кто кому надо, те уйдут все равно, из бизнеса опять в работу, или в другой бизнес, или же в другой сетевой бизнес, или в перерытку финансовую, у каждого все равно будет свой путь, потому что внутреннему выбору не запретишь, это же однозначно, если я, допустим, люблю шоколад, мне не запретить его есть, заниматься, ты мне хоть теку посади, я там не могу сделать, так что все изнутри, ну, вещай. Тут вопросов, в принципе, особо и не появилось, как бы, только Саня на голову здесь в эфире торчит, один только вопрос к Андрюхе, там, ты прочитай в блоге, в комментах, если захочешь, можешь ответить на него, там, последний комментарий в твою сторону, предпоследний, точнее уже, ну, хотелось бы, как бы, если на него ответишь, отвечай, и подвести итог, потому что, ну, как говорится, точки и расставить, потому что, в любом случае, все, что мы здесь наговорили, у людей все равно в голове вопрос, ну, неужели это так просто, как бы, да, ну, может быть, нет, я все-таки буду работать на работе, ну, как бы, вот так вот, но, если ты, если ты, если ты видишь, прочитал, то, ну, хочешь, отвечай, ну, скажи, скажи. Окей, я прочитал, сейчас еще раз, как-то начал бизнес, в смысле, что твой двигатель, между, много, я, это уже себе, был наш бизнес. Знаете, Светлана, я могу рассказать, какое я испытывал чувство, когда мне очередной мой работодатель сказал, Андрей, документы готовы на тебя, поляк, готовы, он мне позвонил, машина стоит чуть ли не заведенная, приезжай завтра, все. И тут я, не знаю, у меня что-то просто, то ли сверху что-то так меня держало, то ли что, не, он такой нормальный мужик, поляк, мы с ним там, вась-вась практически. Вот, он говорит, я им говорю, я немного, говорю, не уверен, что я, говорю, вообще хочу продолжать этот бизнес, вообще, он говорит, не понял, Андрей. Ну, я, короче, не буду говорить, что там сказал, в общем, он такой, ну, Андрей, ты, говорит, скажи, да-да-нет-нет, вот, и вот это был, как бы, момент переломный, это первый момент, а второй момент, что изначально я даже не видел этот бизнес, кстати, не видел, да, WFFI, как бизнес, как MLM бизнес для меня, то есть, я пошел в него просто из-за того, чтобы пользоваться продуктом, но когда я стал вникать, смотреть тренинги, смотреть Рэнди Гейджа, смотреть других известных вам миллионеров, там, и богатых людей успешных, ну, просто я уже об этом сегодня говорил, что я, как бы, ну, окунулся в другой мир, Светлана, и вот, в принципе, вот это в основном повлияло на меня, вот, но я еще раз повторюсь, что все шло, вот постепенно моя жизнь шла к этому, однозначно, смысл жизни, у Алексея Гновенько был последний шанс, Алексей Беда, смысл жизни, я, я еще раз говорю, что я обучаюсь, то есть, учусь, постепенно, и сейчас век информации, если ты мимо информации, ты, ты мимо везде, ты, ты, ты не будешь успешным, ты не будешь своих целей добиваться, ты будешь опять же таки, работать на дяде, в кавычках, вот, только, только здесь я вижу даже смысл жизни, в принципе, дальше, продолжать, и Алексей тоже, я его поддерживаю, Рэнди и Вэнди, ну, хорошие люди, и дай бог им много лет, и, чтобы компанию, также руководили нашей компанией, а не дальше, много-много лет, и, только этому желаю, молюсь на это просто, спасибо. Не слышно, микрофон включи. Вопросов, я говорю, смотрю, не видно, как бы уже, но, довольно-таки, зрители, как и в прошлый раз, вот, ходят только самые-самые-самые, тому впадлу позвать кого-то, но они зато, как бы, сами нихера не делают, и заодно забегут на вебинарчик, вот, ну, нормально, как бы, так и должно быть, подведем итог, даже я не хотел бы итог подводить, если у кого есть финальное слово, ну, скажем так, знаете, не слово, а такое послание, рекомендация, совет, но, который бы умещался в минуту, максимум две, вот, который бы, в принципе, мог бы человеку, который сегодня работает на работе, пусть не помочь, но хотя бы, поспособствовать размышлению, что ему делать завтра-утром, ну, может быть, у вас у кого-то есть советы по очереди, тогда я уже закончу, подведя свою черту. Можно я? Давай, давай, давай. Смотрите, я с позиции своей бывшей работы могу сказать, ребята, объездившись в столько стран, и повидав разные виды жизни, людей разных, просто вам, ну, тем, кто работает на работе, там, ездит, там, вот, как ты говоришь, как Алексей говорит, там, на, 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 на Минское море, с девчонками, напитые машины, на шашлык, ребята, просто есть другая жизнь, реально, когда я съездил в Доминикану, все, мне башню конкретно снесло, все, мосты сожжены, другого пути нет, ребят, вперед. Я хотел бы услышать просто от Зари, кто сейчас присутствует, кто, и на работе сейчас есть, да, вот, напишите в комментариях, вашу самую главную, основную причину, почему вы там находите, ну да, то есть, что, что является, что является самой главной причиной, почему вы сейчас там работаете, не пишите, почему я не могу уйти, там, уволиться сейчас, типа, ну, мы вас просим сейчас вам признаться, что вы хотите уволиться, нет, напишите, почему вот сейчас конкретно вы там находитесь, из-за денег, из-за стабильности, я достраиваю квартиру в кооперативе, я там, у меня начальник хороший, у меня там с ним эти шурмуры, у меня там, допустим, причину, назовите свою. Ну, комментарии мы мониторим только на блоге, не в ютубе. Так, комментарии на блоге, и будет понятно, что можно сказать вообще, ну, исходя из этого. Или у нас все тут безработные, свободные миллиарды. Да, цены, по-моему, видишь, как. Ну, хорошо, напишите тех, кто с работы пришел в бизнес, что вас там сдерживало, самая главная причина. Точнее, ну, причина, почему вы там работали, собственно. Распределение после ВУЗа было там, да, или, я не знаю, или мама посоветовала, или бабушка нашептала, или там вкусное мороженое раздавали в фойе, при входе на работу, не мог уволиться, себе позволить. как-то вообще, я смотрю, аудитория, по-моему, все пошли спать, у меня такое ощущение. Заработаю начальник капитала, за отсутствие денег, я думал, что 100ОЕ это, так, ну вот, пошли. Устраивает зарплата, крутой соцпакет и свободный график. Так, ну вот, значит, я знаю, что эта работа не настолько ее напрягает, что... Не, ну она как бы такой программист, которого, в принципе, в Google позвали бы, но она просто отказывается, потому что крутой соцпакет, это понятно, там, 8 тысяч долларов в месяц. Ну, ну да, чего, это же тоже возможно, если это ей не мешает вести бизнес, и привезет свою определенную плюса, то пускай пользуются, это как, знаешь, второе запасное колесо, определенный вариант. Не у всех зарплата такая, понимаешь? Да, да, вопрос больше стоял к тому, у кого зарплата 500, Макс. Вот, распределение. Когда за квартиру 100 ты отдаешь и 400 на кредит. Смотри, пошло, Виктория Брисовец, распределение. Распределение, если вы уже, ну да, попали туда, на самом деле никто вам, по-моему, не мешает уволиться по законодательству и найти другую работу и ее в качестве распределения. Это надо в том, в котором работаете. Я распределился себе как ИП, я открыл ИП, и это считалось, зачиталось за распределение. Кто распределяется, кому предстоит заранее думать своей головой, не потыкать в уши и находить себе место, либо договариваться с деканом о своем личном распределении. Вот пишет Ольга Ваулина, я думаю, основная причина боязни ухода с работы, это страх неудачи. Ольга, ну думать не надо, но написать свою причину, если бы она на работе, написала бы, что у тебя. Алена Розерская, я не работаю, отлично. Александр Мельник, кредит, вот, вот попал человек в мини-рабство такое временное. Да, это тяжелый случай, но кредиты, Саша, можно отдать и с помощью денег, заработанных в бизнесе, просто это не кредит, ну как бы расшифровывая, кредит это следствие, знаешь, что самое основное, это страх уволиться с работы, точнее, быстренько оттуда сбежать и начать зарабатывать деньги в бизнесе, да, быстро, чтобы отдать кредит. Но, возможно, и у тебя такая ситуация, что тебе выдали кредит, подалек, ты на этой арте, и будешь выплачивать. Поэтому, кто в кредитах с таким местом работы, то, ну, ребят, я тут не знаю, чего вам посоветовать. Дорабатывайте, рассчитывайте с кредитом, хотя, вот палка до конца, вы можете усилие приложить в бизнесе, заработать бабла, рассчитаться с кредитом и уволиться, все, вы свободный человек, если вас, обязательства по договору кредита держат именно к этому месту работы. Ну, Саша работал за денег, да, она говорит. Понятно, я знаю, что уволился уже и за денег. То есть, да, ну, опять же, все сводится. Создачи, никто никого не держит за кредит на работе. Ты можешь устроиться на работу, взять кредит и уволиться нахрен. Просто отмазка, которая говорит о том, что я работаю, потому что у меня кредит, ну, это реально вообще, ну, то есть, это детская глупость, потому что, когда ты реально понимаешь, что здесь люди делают и что они зарабатывают, да, то ты сам можешь выдавать кредиты тем, кто тебе давал до этого кредиты, если ты будешь с включенным мозгом работать, а не соскакивать с бизнеса, только потому что у тебя работа, а работа потому что кредит. Какой у тебя кредит? 5 тысяч долларов это поработать 40 дней, тупо линясь по 2 часа в день. Да, согласен, то есть, они продавать за проценты 4 года своей, подчеркиваю, жизни, которой, ну, ты как бы не загрузишься с контрольной точки и начнешь по-новому. А тот чувак, который тебе кредит дал, он сегодня ездит на, он сейчас на яхте сидит, курит, и, ну, как бы, и даже не заморачивается, да, он тебе дал денег, пожалуйста, ты купил себе этот долбанный телефон, и теперь за этот телефон ты не то что отдашь там денег, деньги это херня, ты отдашь 5 лет своей жизни на то, чтобы разбогатели еще несколько начальников, на которых ты пашешь, и плюс проценты тем чувакам, которые тебе эти деньги дали. Ну, то есть, полное, тотальное непонимание происходящей, ну, то есть, ситуации своей жизни, да, которая происходит, и, ну, если даже мы приведем пример того же Лаевского, у которого было 20 косарей, к которому уже судья, ну, из суда приходили, то мы, и если даже тебя это не берет и не цепляет, то можно смело сказать, что, ну, как бы тебя и так все устраивает, и это не причина, то, что кредит, причина совершенно в другом, причина внутри, там, в голове, где-то в подсознании, в другом, то, что ты написал, это не есть причина, однозначно, потому что она не может ею быть, потому что ты вокруг себя видишь людей, в том числе на мониторе, у которых были кредиты больше, чем твой, и которые уже работали много-много-много-много-много-много сотен тысяч долларов, работая дома, в интернете, не бегая на работу, поэтому свою истинную причину можешь, в принципе, и не писать, но это не есть причина, я хожу на работу, чтобы кормить, вот следующий комментарий, чтобы кормить двое детей, это знаете как, даже не знаю, я хожу на работу, чтобы кормить двое детей, в бизнесе у нас есть, недавно совсем разговаривал с человеком, у которого пять детей, а не двое, она работает на работе, она не работает на работе, она не работает на работе, у нее пять детей, и статистика ее, сколько там последних, за два дня пять новых партнеров, кто здесь, кто есть, кто здесь, в этой ситуации, вот, поэтому кормить пятерых, не работая на работе, а делая только бизнес, и кормить двоих, при этом специально входя на работу, это право каждого, в любом случае, но здесь нужно понимать, что в ближайшее время, где бы вы ни были, где бы мы ни были, все происходит, ну, в любом случае, ну, даже возьмем тот же самый круиз, да, мы не вспомним вас, вы, ну, как бы, ну, мы не сможем вас вспомнить, мы не сможем с вами, там, как-то пообщаться, провести время, потому что вы на работе, работаете, только потому, что у вас не хватает, скажем так, ну, у вас не хватает понимания того, что когда закончится эта жизнь, то следующий, как бы, там, ну, не вариант, что у тебя, ну, вы поняли, да, то есть она одна, это не игра, там, ой, у меня не получилось, я начну сначала, вот здесь двоих не буду делать, здесь я буду вообще без детей, попробую так, попробую прорваться туда, может, что-то получится, ну, такого не будет, послезавтра, нам будет по 40 лет, у нас будет болеть спина, и мы начнем ощущать какое-то недомогание, потому что энергия закончилась, и винить вы будете с бутылкой долбаного дешевого вина на кухне, только жизни, только государство, в том плане, что никто так и не сумел взять ответственность в свои собственные руки, выйти утром на улицу, или, там, я не знаю, куда-нибудь, или прийти на работу, как некоторые партнеры делали, положить эту долбанную бумажку, и сказать, сегодня я буду рулить тем, что происходит у меня каждый день, не ты, дядя Вася, который дает мне 0,3% от товарооборота огромного завода, или там 0,03, а я сам, который могу сделать и лям, и 3, и 5 лямов товарооборота, все зависит только от меня, поэтому будете ли вы смотреть сериал «Солдаты» по ТНТ, или будете ли вы втыкать прав ТВ, делая максимально, ну, прилагать максимальное усилие, да, для того, чтобы прокормить, не только прокормить двоих детей, а для того, чтобы сделать так, чтобы эти дети вообще никогда не, ну, как бы не хотели есть, в том плане, что денег нету, понимаете, о чем я говорил, и если отойти со стороны, включить просто мозг напрямую, посмотреть, вот что происходит, то нужно быть, я не знаю, таким абсолютно неумным, незрячим человеком, чтобы не увидеть, что уже чуть ли не 50 лет, ну, 50 последних лет, люди просто-напросто, тупо, используя бизнес, а последние 10 лет, и бизнес в интернете, за несколько лет, за год, за два, делают то, что на работе нельзя будет сделать, даже за два поколения, поэтому решайте в любом случае вы, или вы делаете и, ну, то есть, то, что вы хотите для себя, или же ваш начальник будет оттопыриваться с пинья-каладой, на круизе, на, в любой стране, а вы при этом будете сидеть, смотреть телевизор, и думать, лишат вас премии в этом месяце, или не, или не лишат, поэтому думать только вам, пока.